Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 июля. И вот этот выпуск, эти выпуски начались, это уже не огородная азбука, а огородная кулинария. Вот целый такой огромный, очень важный раздел огородной азбуки. Но это ясно, почему он важный, потому что мы с самой весны, ну с какой весны? С января месяца начинаем посевы, подготовку грунта, всю пикировку, высадку, поливы, обработки. Все, 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 для того, чтобы не только получить богатый урожай, но переработать его весь, сохранить его, заготовить, приготовить вкусные блюда. И вот сейчас я пошла собирать очередной раз из теплиц томаты и буду готовить томаты по-корейски. Все вам расскажу, все покажу, потому что очень много, если никто ни разу не готовил, очень много рецептов в интернете томатов по-корейски. Какие-то действительно они по-корейски, какие-то просто приближены к корейским, потому что без корейских вот этих добавок. Какие-то на зиму, какие-то в свежем виде. Вот сейчас буду делать те, которые в свежем виде, потому что считаю, это самый вкусный, самый полезный салат. Вот эти томаты по-корейски, которые нужно кушать сразу же после приготовления. Без всякой стерилизации, без всего. Это не заготовки на зиму, это вот просто повседневная еда. Потому что у нас со временем возникает такая ситуация, первые томаты очень хорошо идут, вторые томаты, потом уже охотку, когда мы собьем. И нам кажется, что вроде бы уже они приелись и хочется чего-то такого, изысканного, необычного. Вот как раз изысканное и необычное это томаты по-корейски. Сейчас буду готовить, я уже говорила, буду готовить их с самых вот этих, с мелких, с таких недооцененных томатов, которые в салат уже у нас не идут. Если появляются крупноплодные, мясистые, сахаристые, но для корейских вот таких томатиков, этих салатиков, это самое то. Все, пойду собирать и все буду вам показывать. Для таких салатов томаты желательно подобрать одинаковой величины, чтобы они были однородные, они тогда однородно пропитаются. Томаты режу пополам, чтобы с двух частей не вырезать вот эту вот уплодоножки. Видите, я ее оставляю на одной половинке, тогда всего лишь с одной половинки мы вырезаем вот эту несъедобную часть, чтобы два разрезания делать. И все томаты таким образом я разрезаю и складываю в миску. Зелень я мелко-мелко режу, но зелень мы берем, конечно, по своему вкусу, кто любит много, можно зелени вообще брать половину объема, вот как у нас в Южных Республиках, где много зелени, они любят. Ну, я беру такую среднюю меру, я люблю зелень, но все-таки помидор у меня больше, чем зелени. Мелко рублю зелень, потом из соли, сахара, уксуса и масла мы намешиваем заправку, вот эту. Туда же я добавляю давленый чеснок. И сейчас этой вот смесью я буду поливать свой салат. Но тут есть такой нюанс, я сейчас вам расскажу. Если вы салат будете готовить в банке, ну, то есть для употребления через 12 часов или на следующий день, то мы томатики укладываем слоями в банку и поливаем вот этой вот заправкой, в которую уже зелень и чеснок, все добавили и корейскую приправу. А так, как я сделала на раз, для сейчас, прям сиюминутного использования, через час, я в банку укладывать не буду, я сейчас заправку сделаю. Я просто все сюда вот вылью ее и осторожно перемешаю. А вообще мешать не рекомендуется, вот когда в баночках укладываются, они поливают сверху все. Но видите, тут разные, я и говорю, что это очень много зависит от нюансов. Или вы вот на праздничный стол будете эту банку готовить, вам нужно, чтобы она была в целости, сохранности. Или вы готовите просто для себя. Вкус от этого не сильно изменится, от того, что я вот или слоями полью, или вот так уложу. Разницы никакой нет. Просто когда в банке, конечно, они целее, они красивее, а я сейчас, когда буду их мешать, они немножко повредятся. Но мне ничего страшного пойдет. Вот сейчас я выдавила туда чеснок в мою заправку. По вот этой корейской приправе я кладу одну ложку чайную без верха. С верхом это сильно будет, очень остро, даже для меня. Все это я перемешала и просто все соединяю. Это вот тоже самый простой рецепт томатов по-корейски. Без укладывания в банку, без послойного я просто делаю салат, как на ежедневный. Но с добавлением вот этих всех ингредиентов, которые позволяют этому салату быть корейским. Он сейчас, сейчас я его на час поставлю в холодильник. Он будет ароматный, вкусный, такой остренький. Именно такой, как я люблю. Я вчера делала целую банку огурцов по-корейски. Вот что осталось. И когда я ездила этикетки печатать, как раз я еще купила натуральную эту фунчозу у корейцев. Иногда делаю вот так. Но фунчозу люблю не такую, а мелкую, как паутинкой. Плоскую не люблю. Но все равно вот этот салат, это самое то. Я любительница всех этих корейских салатов. Ну вообще-то я не правильно сказала. Не любительница корейских салатов, а любительница разнообразной кухни. Я вот сегодня пока потрошу томаты. Я уже сделала по-корейски. Потом сделала вот пиццу. Все с применением томатов. То есть я пользуюсь на все 100% вот этим урожаем. Стараюсь как можно больше вводить огурцов, томатов свежих в рацион. Сделать его разнообразным. А корейские салаты это прекрасный вот такой выход. Разнообразить наш стол. Они остренькие. Хоть с картошкой, хоть с лапшой, хоть с гречкой, хоть с чем. А я ем просто так. Вот сейчас он настоится. Прям возьму вилку. А что останется, еще хлебом помогаю. Все, до свидания. Ну вот все, через час вот эти томаты, они уже имеют специфический такой вкус, аромат корейский. Люблю их за то, что приготовить можно очень быстро. И они отличаются от обычного салата. Все-таки это такой салат специфический, остренький, вкусненький. Все, прекрасное дополнение. Вот у меня сейчас картошка с мясом ко всем гарнирам. Я люблю делать пополам. Половина вот картофельного, а половина прям эти томаты по-корейски. Использую не как закуску, а прям как гарнир. Все. Продолжение следует.